Знаете, говорят, что дети, которые не могут представить, что их когда-то не существовало, думают, что они просто спали, поэтому их нету на том или ином событии. Но вот, если нам кто-нибудь скажет, что Бог есть, но мы просто не можем увидеть, потому что мы проспали, потому что мы не можем чувствовать, мы, скорее всего, будем как-то к этому странно относиться. А давайте попробуем все-таки это сказать и с этим попробуем разобраться. Есть Бог, нету Бога. И в чем же здесь проблема? Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы с вами подошли к концу. Это последняя глава данной книги. Не переживайте, мы с вами еще увидимся. И сегодня, в конце-то концов, мы с вами поговорим, как вы думаете, о чем или о ком? А вот это непонятно, о ком или о чем? Мы с вами поговорим о Боге. После того, как мы говорили о многих вещах, о дружбе, о семье, о любви, о природе, даже о Голливуде, сегодня мы с вами поговорим о Боге. Что же или кто же это? И как мы к нему относимся? Знаете, много людей всегда говорят, что я бы с удовольствием поверил, либо поверила в Бога, если бы мне хоть кто-нибудь доказал, что он существует. Не могу верить в то, чего я никогда не видела, не ощущала, со мной это не разговаривало. Знаете, как говорят, да, что если мы говорим с Богом, то это молитва, если Бог с нами, то это сумасшествие. И это нормальный, правильный вопрос, это нормальное, правильное требование к тому, что как я могу верить в то, что я никогда не видел и не ощущал, но это вечный вопрос. И сколько бы на него мы не отвечали, и, наверное, сегодня мы тоже не ответим, я просто вам расскажу свои мысли, которые описаны в данной книге, и посмотрим, что из этого получится. Каждый может остаться при своем, но в любом случае это будет интересно. Знаете, есть старая идистская песня, в которой описывается диалог скептика и верующего. Слова следующие. Скептик спрашивает верующего. Что есть Бог? Что есть Бог? Верующий отвечает скептику. Ах ты несчастный осел! Нет мысли, которая могла бы его охватить. Нет места, которое не было бы наполнено им. Скептик спрашивают верующего, где Бог? Где Бог? Верующий отвечает скептику, нет места, которое не было бы наполнено им, нет мысли, которая могла бы его охватить. То есть, что такое Бог? Непонятно. Понятно, что у него нет тела, это не человек, это что-то выше нас, где-то там находящееся. То есть, нет места, где бы его не было, и нет понятия, которое бы не отразило его сущность. То есть, все, что вы видите вокруг вас, все, что вы ощущаете, это есть Всевышний, это есть Бог. Странная вещь, давайте разбираться. Есть другой вопрос. Во что мы верим, а во что мы не верим? Та же самая песенка, которую только что мы с вами прочитали, она, собственно, описывает эту проблему. Если человек во что-то верит, для него нет вопроса, существует ли это. Вы верите в то, что есть радуга? Верите, потому что вы видели радугу. Знаете, что есть огромное количество людей, а детей в частности, которые вообще не видели радугу? Они видели ее только на рисунках. Верят ли они в то, что есть радуга? Верят. Почему? Они же ее не видели. Они верят, потому что взрослые бы рассказали. А мы, они склонны верить взрослым. Взрослые, как правило, не обманывают. Плюс они видели это на рисунках. Верите ли вы в то, что когда-то существовал Наполеон? Верите. Кто это сказал? Когда так говорят историки. Хоть один из историков, который сегодня живет и вам рассказывает о том, что был Наполеон, он его увидел? Нет. Вы же ему верите. Почему? Потому что есть много исторических данных, доказательств того, что был такой человек, как Наполеон, была такая война между Российской империей и Францией. Мы не видим Наполеона сегодня. Верите ли вы в то, что существует молекула или верите ли вы в то, что существует инфузория туфелька? Я, если честно, помню, как она выглядит. Но я помню, что когда я не знал, что такое инфузория туфелька и не видел ее через микроскоп, я верил, что она есть, потому что, опять же, мне про нее рассказали. Так вопрос. Поверите ли вы в то, что есть Бог, если я вам в этом скажу? Я же верующий человек. Я религиозный человек. Кто сказал? Может быть, я видел Бога. Ну, я нормальный, да, как бы это все. Но почему вы мне не верите? Потому что у меня нет никаких доказательств. А вдруг я вам докажу? А может быть и нет. Почему? Абсолютное отношение к тому, что нет. Его может не быть или да быть. Мы готовы верить в то, что мы идем в магазин, и творог, который мы купили, он свежий, потому что так написано, но мы не можем это проверить. А потом приходим домой, берем этот творог, и он испорчен. Но там в магазине мы верили, сейчас мы уже не верили этим людям. И более того, мы с вами не будем покупать эту фирму, может быть, еще раз, потому что однажды она нас уже обманула. Я вас никогда не обманывал, наверное. Я вас никогда не заставлял делать каких-то неправильных вещей, да? Так почему же вы не верите, что есть Бог, если я в Него верю? Почему вы не верите мне? Знаете почему? Потому что, что такое Бог? Что означает слово Бог? Это парадоксальное слово. Это слово могут использовать люди, которые в Него и не верят. Сколько раз на дню они говорят, слава Богу? К слава кому? К какому Богу? Ты в кого-то веришь вообще? Скажи славу, не знаю, слава шторам, все что угодно. Почему ты говоришь слава Богу, если ты в Бога не веришь? Если ты религиозный человек, и ты верующий, окей, но если ты в Него не веришь, почему ты используешь это слово? Сколько вообще есть написанных всяких источников, которые напоминают Бога? Мы не верим в Бога и не можем даже для себя как-то охарактеризовать его только по одной простой причине. Мы даже не знаем, что такое Бог, потому что это в понятии, которое используется везде. Там, где оно подходит, оно не подходит. Бог там, Бог здесь, Бог почему-то там. Слава Богу, не слава Богу, как у тебя дела? Не слава Богу. Самое же парадоксальное то, что когда у нас дела плохо, только мы сразу становимся все иногда немножко верующими, да, религиозными. Как раз, что все люди верят Богу, когда они летят на самолете, и самолет начинает падать. И когда он возвращается обратно, все говорят слава Богу, хотя 30 секунд назад кто-то там его мог и поносить, и делать все что угодно. Само слово Бог, оно для нас является и всем, и ничем одновременно, потому что мы используем в различных случаях. Одной из таких проблематик является вот в чем. Человек к чему-то всегда, к какому-то предмету должен проявлять эмоции, наделять как, да, то есть мы не можем ни к чему никак не относиться. А как же мы можем относиться к чему-то, чего вы никогда не видели, не слышали, не ощущали? Я могу относиться к какому-то человеку определенным образом, я могу относиться даже к какому-то труду научному, то есть, как бы, да, он мне нравится, он мне не нравится, я могу психовать на него, да, я могу даже относиться каким-либо образом к кошке. Знаете, некоторые, мы же не просто так начинаем называть своих животных именами, мы относимся к ним как-то. Кошка у нас теперь барсик, собака у нас теперь там, не знаю, волчок, как хотите, да. Мы, когда с ними вот так общаемся, мы их чему-то наделяем, свое отношение к ним мы проявляем. Но как можно привить отношение к Богу, которого я никогда не видел? То есть, проявляя эмоции, мы создаем какой-то образ. А здесь тяжело это сделать. Попробуйте создать образ Богу. В тот момент, когда вы создаете образ Бога, это какого-то старичка, сидящего на облаках с длинной белой бородой, все религии мира вам говорят, что нет, он так не выглядит. Тогда как? Мне нужно выбродить того, кто может все, кому я могу обратиться, как я могу обратиться к ни к чему. Вот давай, обратись, даже это глупо в принципе, обращаться к лампе, которая стоит около меня, я могу к ней обратиться, но это бред, это вздор. Чем она мне может помочь, кроме того, что она может светить или не светить. Сегодня, конечно, когда у нас наука развивается, техника, я могу сказать там какие-то заветные слова, Алиса, либо Сири, либо Гугл, да, это что-то может произойти. Но опять же, я же понимаю, что я обращаюсь не к какому-то там сверх чему-то, я обращаюсь к машине, даже ту же самую машину. Вспомните, когда мы создаем роботов, мы наделяем их голосом, потому что нам проще к ним обращаться, мы визуализируем даже хотя бы хоть как-то. Но Бога я не могу ни обозвать, ни представить, ни поговорить. Некоторые из нас для того, чтобы все-таки они хотят как-то, наверное, поверить в Бога, увидеть его существование, что они делают? Они требуют прояви чудо, покажись. Ну, как бы, если я знаю, что ты можешь все, да, так давай докажи это. Типа такой, знаете, вызов Богу. Или там, ты умеешь хорошо играть на скрипке? Докажи, что ты умеешь играть на скрипке. Ты хочешь, чтобы я поверил в тебя, что ты всесильный? Покажи, что ты всесильный. Если они видят чудо, у них что-то там переключается в головах. Если они чудо не видят, они говорят, о, я же сказал, Бога не существует. Но, во-первых, кто сказал, что тебе должны, ради тебя сейчас вы должны что-то там вообще вытворять, потому что иногда люди ради нас не хотят ничего делать, да? Потому что тем более всесильные существа. Это в принципе. Это во-первых. А во-вторых, другой момент. То, что еще 300 лет назад казалось бы чудом, сегодня это научный феномен. Представьте себе, может быть, это вздорно, представьте себе, что дьявол, которого все всегда боятся, да? Кстати, иудаизм это абсолютно нормальный такой ангел, он, такая у него работа, вот. Но дьявол, которого всегда все боятся тысячи лет назад. Представьте, что кому-нибудь явился бы дьявол здесь, в Москве, в тысячу лет назад. Все, да? Понятно, что с ним и было бы. Если бы сегодня кого-нибудь явился дьявол, который бы с этим человеком ничего бы не сделал, то этот дьявол бы сегодня был не какое-то там чудо, он был бы феномен. Его описали бы с физической стороны, моральной стороны, этической стороны, все. Научные работы, доклады, все. А он так как бы, наверное, даже растерялся бы. Типа, я бы как бы дьявол, должны все бояться, меня уже никто не боится, да? Все, я феномен. То есть чудо вчера и чудо сегодня может быть абсолютно разным. Вы можете найти 500 рублей на улице, и вам покажут, что это нормально, здесь же рядом банк. Но если вы найдете 500 рублей где-нибудь, я не знаю, в таком месте, где денег ранее, в Африке, где бегают львы, подумайте, вот это чудо, да? Хотя даже в слово чудо вы будете вкладывать совершенно другой смысл. Чудо, потому что, о, вау, ну не чудо, что вдруг, там, не знаю, в стакане с водой появилась монетка. Абсолютно разные вещи. Поэтому просить Бога сделать чудо, ну это как минимум неэтично. Потому что, во-первых, кто сказал, что ты этого достоин? Во-вторых, кто сказал, что ты поймешь, что это в принципе чудо? Потому что, если даже тебе сделают это чудо, даже если ты поймешь, что это чудо, это чудо, кто сказал опять же, что ты действительно его ждал, и что ты действительно после этого начнешь верить? Что ты действительно захочешь понять, что это чудо? Ты можешь понять, но почувствуешь, или примешь ли ты это, это большой вопрос. Поэтому с чудесами отдельная история. Существует ли Бог? Все-таки существует ли Бог? Знаете, когда-то двое мужчин ехало в одном купе в поезд, один из них читал газету, там был заголовок, старая советская газета, там был заголовок, он звучал так. Паровоз едет, потому что огонь горит. Все. Все. Значит, коллега, тогда он был коллегой, и плюс еще они ехали в одном купе, спрашивают, он говорит, а что за вопросы? В смысле, что за вопросы? Он говорит, почему вообще задаваться вопросом, как едет паровоз? Ну, потому что огонь горит. Он говорит, ну как, это же интересно, почему огонь горит? Он говорит, ну как, просто горит. Он говорит, нет, он не просто горит, там же есть какие-то физические процессы. То есть, одному абсолютно интересно, другому абсолютно не интересно. Почему? Ну, потому что это действительно тебя затрагивает, тебя это цепляет. Если тебе интересно, вообще существует ли Бог, то ты готов выстроить цепочку ответов, которые тебе даст самый большой глобальный ответ на этот вопрос. Если ты не хочешь видеть чудо, ты не увидишь. Если ты не хочешь задаваться этим вопросом, то ты не будешь задаваться этим вопросом. Почему ты не задаешь этим вопросом? Потому что тебе и так нормально. Но если ты его задаешь, значит, ты хочешь выстроить какую-то цепочку. То есть, к чему я хочу вас подвести, что если вы уже спрашиваете, если Бог, вы должны быть готовы к получению ответов. Потому что есть очень много людей, которые говорят, докажи мне, что есть Бог. Что бы я ему ни привел, какие бы доводы я им ни приводил, они будут для них пустыми и не имеющими смысла. Если, чтобы доказать, что существует инфузория Туфелька, до тех пор, пока я буду про нее рассказывать много-много-много раз, если они хотят поверить, что есть инфузория Туфелька, они ее поверят. Скорее всего, они поверят, может быть, даже со второго-третьего довода, потому что есть большое количество книг и биологий, все-все-все. Но про Бога настолько всего мы уже обговорили, что, наверное, много чего, что есть про Бога, половина фарс, половина бред, и кто-то использовал знания о Боге в целях, чтобы заработать, кто-то наоборот, нужно просто это отсечь. Но если вы уже спросили, будьте готовыми выстроить цепочку ответов для того, чтобы получить самый главный ответ. Понятно, что после того, как вы готовы выстроить свою вот эту цепочку ответов, понятно, что все субъективно, естественно. Мы всегда что-то доказываем, о чем-то говорим. Если мы не хотим принимать доказательства, мы их не будем принимать. Знаете, рассказывать про одного адвоката, точнее, он был тогда адвокатом, и он приходил в стажировку в прокуратуре. То есть до того, как еще стать адвокатом, он был прокурором, он учился на юридическом, и у него была стажировка. И в средине того процесса, который он тогда ввел, нужно было посадить одного человека. И в средине процесса он прошел свою стажировку. Стажировка закончилась. Мы даже выдали диплом. И потому что он очень хорошо ввел дело, его позвали в адвокатскую фирму стать партнером, работать в этой фирме. Уже адвокатом. Первое дело, которое ему выпало, как вы думаете, какое? Он должен был защищать того человека, которого он только что сажал. Теперь, что ему пришлось делать? Ему пришлось приводить выводы и доводы в обратную пользу, что этот человек не виновен. То есть только что он его сажал, и он приводил доводы, что да, виновен, теперь он не виновен. И этот парень пишет, что он говорит, только тогда я понял, насколько все субъективно. Насколько доводы субъективны. Если ты не хочешь в них поверить, ты в них не поверишь. Только тогда, когда я встал на другую сторону. То есть представьте себе, всегда обычно так происходит, что приходят к религиозным людям, говорят, докажи мне, что есть Бог. Давай я тебе спрошу, докажи мне, что его нет. Я, как верующий человек, у тебя есть полно доводов, что нет Бога, правильно? Скорее всего, ты же в этом уверен. Его не видно, его не слышно, то-то-то-то-то. Но я буду говорить, да нет, это бред, это все ерунда, это твои личные догадки. Подкрепи это доказательствами. Я не поверю, потому что я не хочу в это верить. Я не хочу это слушать, мне это не будет на меня работать. Поэтому давайте выбирать, или я к вам, или вы ко мне. Но парадокс-то вот в следующем какой. Все ли вы видели жирафа? Я думаю, что многие из вас видели жирафа. Если бы хоть кто-то нам когда-нибудь рассказал, что существует животное с огромной длинной шеей, мы бы, скорее всего, это парадокс, но не поверили, потому что большинство животных, у них нет длинной шеи. У жирафа же, да, длинная шея. В тот момент, когда мы его увидели, мы начинаем в него верить. Вопрос. Важно ли жирафу в то, что мы верим, что есть у него длинная шея или нет? Ему абсолютно все равно. Он живет сам по себе. И так у Бога. Ему все равно, веришь ты в него или не веришь ты в него. Он есть сам по себе. Парадокс. Как это? Потому что все думают, что мы ему настолько нужны, что, ну, как бы, типа, если нет веры в него, так зачем ему быть? Нет. Ему все равно. Жирафу все равно. Плохое сравнение, но оно имеет место быть. И Богу все равно, верим мы в него или нет. Он сам по себе. Поэтому я верующий или Вася Пупкин, который рядом со мной может сидеть здесь, да, будет неверующим. Мы для Бога не имеем никакого значения. Что есть Бог? Кто такой Бог? Мы уже поняли, что, в принципе, наверное, ему на нас все равно. Ну, если сильно говорить, да, грубо совсем говорить, не переживайте, ему на нас не все равно. Если бы было на нас все равно, он бы нас не отворил. Ну, как бы, какой смысл? Вот. Если мы в него верим, что он нас отворил, опять же. Но что такое Бог? Я не хочу сейчас никому из вас уведомить о том, что он существует и какой он хорош, либо он плохой. Некоторые, кстати, знаете, парадоксально верят, что они в него верят, но верят, что он плохой. То есть он есть, но он плохой Бог. Но ты верующий в него. Ну, тоже. Это парадокс. Есть такие люди. Некоторые верят в то, что он не верит, что его нет. Эти люди называют себя атеистами. Попробуй поверить сначала в то, что он есть, но теперь должен поверить в то, что его нет. Так ты веришь или не веришь? Давай как бы угомонись. Потому что по большому счету люди, в принципе, верующие все, но просто для них Бог это разное что-то. Но что, почему в нем, в чем разница? Почему люди разные? Почему они верят в него разному? Потому что у каждого есть свой эксперимент. В их жизни был эксперимент, есть их опыт, в то, чего они видели. Представьте себе, вы когда-нибудь видели ребенка, которому рассказывают, что его когда-то не было? Для него тяжело это поверить. То есть он верит, что его не существовало, но как это? В этом мире, этот мир был без меня? Еще интересно, если вы покажете ему старичка, который уже в преклонном возрасте, у него седая длинная борода, он такой опытный, ему скажет, ты знаешь, что его тоже когда-то не было? Он скажет, ну как это? Он же всю жизнь жил. То есть то, что меня не было, еще в принципе можно представить, но даже когда меня не было, он-то уже был, он существовал, он как-то рос, то есть какие-то у него процессы происходили, а его не было. И так это отматывать, 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 наш опыт не дает нам открыть наше сознание в том плане, что мы не верим в правду. Старичка же правды не было. И Бога нет, потому что мы с вами его не видели, мы не можем представить себе, что есть какое-то кто-то или что-то, или существо, которое может быть кем-то, чем мы не можем ощущать, и не увидеть. потому что мы все в этом мире чувствуем и слышим, и видим, нам на все нужно доказательство. Я не говорю, что это сто процентов, то есть я сейчас, вы должны сесть и подумать, и поверить в Бога. Нет, просто я хочу, чтобы вы услышали мои доводы. Я верю в Бога, потому что у меня есть свой экспириенс, есть свой опыт, который меня к этому как-то привел. Но это мой опыт. Я не хочу ни с кем даже, может быть, им делиться, потому что это мой личный опыт. Я его сам нарастил, и у меня он появился. Но наш опыт, он как раз-таки не дает нам открыть наше сознание. Попробуйте, сядьте, подумайте. Потому что ровным счетом, если нам говорят, что есть Бог, и мы в Него не верим, мы, может быть, такие же дети, которым показывают этого дедушка, и мы тоже не верим, что когда-то его не существовало. Бог может быть разный для всех. Он может быть добрым, он может быть иногда злым. Мы можем верить в то, что он хочет делать только добро, мы можем верить, что он иногда хочет сделать только зло. Неважно, это все слова, и они никак нам не объясняют Бога в полной мере то, как он себя видит. Так, наверное, нам кажется. Но есть одно но. Давайте раскрывать свой ум. Давайте раскрывать свой разум. Для кого-то Бог – это его жена. Для кого-то Бог – это ее муж. Для кого-то Бог – это работа. Но есть еще что-то выше, что на дно нас заставляет двигаться, расти, продвигаться и верить в что-то большее. Вот это может быть для нас с вами будет этот Бог. Давайте верить, верить, что всегда будет все хорошо. Мне было приятно с вами, что мы обсуждали данные книги, данные моменты. Спасибо вам огромное. Давайте расти, развиваться, и все у нас будет замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!